Девушки отдыхают, я вам представлю 4-мэн 72.5 турнира. Первый сэммифинал. И пожалуйста, приветствуйте в белом корне, из Беларуси, Макс Спадаренко! Я Спадаренко Максим, приехал из Беларуси, город Минск, на турнир Double E5. Я в двух шагах от победы турнирной сетки Double E5. Я уверен в себе, уверен в своей победе и сделаю все для этого. Много говорить не буду, покажу все на риме. Вот мы видим настрой Максима. Действительно волевой. Мы на рекламе сейчас. Макс вообще такой бодрый парень, я помню его еще по другим турнирам. Всегда заряжен так до упора. Это Гутлокин его называют, такой красавец. Очень круто. Да! 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 Эти паузы уже несколько лет присутствуют. И теперь приветствую на кухонную сторону, From Cyprus, Artur Akata. У нас первый полуфинал весовой категории до 72,5 килограммов. Максим Сподаренко, Artur Akata. И затем будет полуфинал Александр Сушко, Regian Ersel. Сейчас выход спортсменов. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Хайкиком в голову. Очень опасно. Артур сразу собрался. Мы знаем Артура, знаем его манеру. Это длинные бьющие руки. Мы помним о хорошем, действительно хороший плотный бой с Романом Маиловым. Артур может оба бойца бьющие. Поэтому я думаю, что бой может закончиться досрочно. Вы правильно сказали, Яна, это действительно интересная весовая категория. Категория, я бы сказал, это категория, в которой сочетаются и силы удара, и скорость, и действительно высокий уровень техники. Но еще она плюс суперконкурентная. Не только в кикбоксинге, но и во всех единоборствах. По той простой причине, что просто физиологически огромное количество ребят именно вот примерно столько весят. Продолжают вразмен идти бойцы. Здесь вот как раз та самая ситуация, когда обоих устраивает средняя дистанция. И поэтому нет поединка, в которой мы видели такие бои, оставляющие гладкое впечатление. Такая хорошая комбинация. Молодец, Максим. Показывает нам хорошую комбинацию. Навстречу бэкфистам и добивает рукой. Рефери открывает счет. Посмотрим, как Артур соберется. Ну, на мой взгляд, ясный взгляд. Готов, собран. И сразу же идет вперед Артур. Пытаюсь продемонстрировать и зрителям, и судьям, и себе, наверное, что продолжает он находиться в игре, находиться в бою. Вообще, отдаю должное Артуру Акопяну. Были определенные сложности с получением визы и плотный график работы его клуба. Но наши партнеры приехали вечером, сразу на взвешивание. И сегодня мы видим полностью готовый поединок Артур. Но это не специально. Но тогда и с улыбкой даже сам Артур этот эпизод. Уровень бойцов высокий. Такие удары специально не делают. Идет набрасывание ударов. Один из ударов попадает. Может включиться. Уверен, что это неумышленно. Очень аккуратно Максим защищается. В какую-то глухую оборону уходит во время серии Артура. С уважением относятся друг к другу соперники. Имею я в виду сейчас именно вот аккуратность обороны. Руки подняты у обоих. Высоко держит действительно руки. Знаю, что оба могут ударить. Но на мой взгляд Артур не пользуется длинной рукой. Достаточно близко подходит. И видимо заряжено на боковой удар, на апперкот. Я думаю, что он раскроет свою задумку. Начал Максим двигаться. Не дает прицелиться. Ну, счет был открыт. Нокдаун рефери открыл. Судьи это зарегистрировали. Поэтому, конечно, победа в этом раунде остается Максиму. Да, если не брать этот эпизод с нокдауном, то такой очень равный, очень конкурентный раунд. Ну, конечно, абсолютно я с вами согласен. За счет нокдауна, за счет отсчета Максим первую трехминутку забирает. И это только на руку нам, как зрителям. Потому что придется сейчас включаться уже на полную Артуру Акапяну. Здесь нет такого варианта, что типа неизвестно, кому отдали судьи первую трехминутку. И еще более высоким будет темп по второму раунду. Что бросается в глаза после первого раунда. Ребята нацелены на работу только по верхнему уровню. Видно преобладание ударной техники рук. Смотрим, что будет во втором раунду. В размен мидл киками, хай киками сейчас пошли ребята. Но не серийно, одиночными ударами. Поэтому все уходит в защиту. По-моему, Максим разнообразнее работает. Начал смещаться с линии атаки. Вот тот же, например, бэкфист, который не первый раз уже Максим нам демонстрирует. Но слишком уж прямолинейно. Он его включает. Бэкфист такой удар, который необходимо скрывать. Или тогда он по-настоящему смертельно опасен? Ну вот, успешен был у Бэкфист в первом раунде. Потому что он его применил на встречу. И Артур был к этому действительно не готов. Сейчас уже Артур аккуратнее. Подходит. Полшага буквально приближается. Дает возможность Максиму раскрыться. Но тем не менее, Максим делает свою работу. Набрасывает. Вот смотрите, начал включать начало атаки с нижнего уровня. Абсолютно полная концентрация. Вот сейчас как раз Максим находится к нам лицом. И если взглянуть ему в глаза, то это человек, для которого весь мир сошелся и сузился до одного противника, который находится напротив него. Мне очень приятно наблюдать сейчас этот поединок. Вот я вижу взгляды ребят. Видно, что у ребят в голове прям работает мозг. Прям ищут, думают. И это не просто вышли ребята обменяться ударами, которые они нарабатывали в спортзалах. Там всю свою жизнь. Видно, что здесь уже опыт. Идет качественная подготовка любой серии. Вновь Бэкфест уходит в никуда. В исполнении Максима Сподоренко. Такой очень тактический, если можно так выразиться, раунд. Мы сейчас наблюдаем. Пытаются переиграть друг друга соперники. И, вопреки моим ожиданиям, Артур Акопян не идет вперед. В ожидательную позицию занял. Пожалуйста, в исполнении Артура. Сноу-кик. И попадает в лидеру. Уже не первый раз этот технический элемент отбивает ногу Максима Артура в этом втором раунде. Уже, наверное, в десятку приближается это количество правых лоу-киков. Ровно дышит оба бойца. Темп невысокий. Сможет себе позволить Максим. Комбинация на взрыве. И восстанавливается. И дыхание держит свой баланс хорошо. Но все-таки лоу-кики пропускает. Не видит нижний уровень. Либо не верит в силу удара Артура. Ну, периодически так проскальзывало на лице Максима. Такая гримаса не то, что боли, но вот такой неприязни после этих лоу-киков. Но, судя по всему, да, Сергей сядет, соглашусь, что он может терпеть. Понимает, что еще много времени впереди. И вот эти беспокоящие удары по передней ноге, в принципе, не являются серьезной угрозой для работоспособности Макса. Смотрим, смотрим приезд Сергея Харитонова. Постепенно главные участники сегодняшнего боя за чемпионский титул подтягиваются сюда, к дворцу спорта «Динамо». Приветствуем Сергея. Видим Сергея в хорошем настроении. Во время пресс-конференции интересный был диалог. Улыбались друг к другу, высказывали уважение. Но когда мы знаем, есть такой известный, хороший, всеми любимый прием. Face to face. Дуэль взглядов. Ну, там весь диалог закончился. Посмотрим, что. Да, очень содержательная, очень была такая позитивная пресс-конференция. Имели возможность ее посмотреть в прямом эфире зрители телеканала «Бойцовский клуб». Ну и, собственно, там как раз были озвучены планы на бой, подготовка. И мы там услышали, что Сергей понимает, что пять раундов для Андерсона – это будет дистанция непривычная. Поэтому посмотрим, насколько функционально готов Силва. Да, но в свою очередь Силва заявил, что он признает, что непривычная дистанция, поэтому пытается закончить все раньше, так или иначе. Для тех из вас, уважаемые телезрители, кому интересно посмотреть эту пресс-конференцию, можете включить сайт sportbox.ru. Это наш сайт «Россия-2» и «ВГПРК». И там лежит это видео. Можете, пока еще есть время до главного боя, посмотреть воочию, что там произошло, что там было. Но в таком случае вы рискуете пропустить что-то интересное здесь. Смотрим попадание. Да, очередная пауза, но вот как раз за счет желания, за счет близкомпромиссности. В такие моменты всегда сбивается, если был какой-то план, и ты вроде соперника подготовил к очередной атаке, к своей комбинации, к какой-то заготовке. И удар в пах, он, конечно, сбивает. Вот он сейчас мощнейший просто удар по печени в исполнении Артура. Включается он теперь уже на 100%. Настоящий спорт мы наблюдаем уже во второй половине третьего раунда. Так, Артур экономил силу. Вот, мы знаем, у Артура его удар по печени с левой руки. Вот, смотрите, зрители приветствуют манеру такую. Да, такая настоящая рубка у нас в концовке третьего раунда. На встречных курсах пошли друг на друга соперники. Предложил этот вариант Артура Копян, ну а Максим с Подаренко, как настоящий воин, принял вызов. И вот мы сейчас наблюдаем так в лучших традициях, которые сформировались в наше сознание благодаря Артура Гатти и Микки Уорду. Мы видим рассечение, но Максим не смущается, идет в атаку, продолжает поединок. Обмен ударов на ближней-средней дистанции. Но, на мой взгляд, Максим не дает прицелиться Артуру, все-таки смещается. На каждый удар он отвечает один-два удара, и оба попадают. Как наши судьи будут считать удары, это действительно сложно. Да, не дает спуску сопернику Максим. На каждый удар, абсолютно, еще раз повторю вашу мысль, отвечает, не оставляет безнаказанными действия партнера, соперника в данном случае. И вот уже последние секунды Максим забирает инициативу, огрызается Артур. Но вот, судя по всему, да, у Макса остается больше сил в концовке. Раз за разом вбивает он этот правый в голову Артура. Великолепный третий раунд. Хороший раунд. И зрителям нравятся такие поединки. Обмен ударами, заряженный, и ребята попадают друг в друга. По нашим правилам считаются удары, которые наносят ущерб. Поэтому трудно считать, потому что все удары доходят до цели. Очень интересно будет посмотреть третий раунд, потому что была прибавка в темпе с обоих сторон. И вот сейчас действительно будет, что будет в третьем раунде. Хватит ли функционала? Ну, смотрим статистику по ударам ногами. Преимущество присутствует у Артура Копяна. Но вот на руках примерное равенство. Имею я в виду, конечно, по попаданиям по точным. Но статистика такая штука субъективная. Как бы это парадоксально не звучало. И вот то, что показывают нам наши ребята, которые следят за боем, и судьи, может быть другое мнение. Я как раз и обратил внимание на это, что статисты считают все нанесенные удары, а судьи считают удары, попавшие по цели, от которых есть ущерб. Эти удары попадают именно в судейские записки. Итак, подсчитывают баллы судьи. И буквально через несколько секунд будет объявлен результат этого поединка. Пока что Александра Загорского мы не видим. Именно он, именно к нему в руки попадают с судейского столика уже результаты. Я так увлекся, так увлекся поединком. Три раунда прошли как один. Но посмотрим, это действительно сложно будет. У нас мы специально пригласили супервайзером турнира Ника Вайловна из Англии. Поскольку для нас важен международный формат. И вы видите по файт-карте много иностранцев. И очень хотелось бы, чтобы ни в коем случае никто не говорил о том, что общее количество россиян в судейской бригаде как-то влияет на справедливость решений. Для нас, для организации W5, для нас основной принцип это справедливое решение. Бойцы много тренируются, много готовятся. Обязательно должно быть справедливое решение. Никаких здесь приоритетов не может быть. Да, и вот, кстати, W5 одна из организаций, которая практически, вот сколько я не смотрел турниров, нет такой истории, что для того, чтобы победить в гостях, это еще раз нам показывает вот этот момент, когда... Интересный такой эмоциональный момент. Третий раунд, конечно, удался на славу, но, пожалуй, самый зрелищный раунд, тот из всех, которые мы видели. В опасном положении был, на мой взгляд, Артур. Была низко опущена голова, и Макс видел своего соперника очень хорошо, и пока его прямо рядом пролетел с виском, это мог быть очень опасно. Друзья, господи, вы победите! Одиногласное решение! Из-за ряда конца Максим Спотаренко из Белоруссии отправляйтесь в фирмал в этой весовой категории, в этой четверке, с чем мы его и поздравляем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok